С вами Галина Дегтярева и это программа «Культурный код». Здравствуйте! В 30-м ежегодном конкурсе губернатора Хабаровского края в области театрального искусства сразу три номинации из десяти завоевал спектакль «Арена» Камерного театра «Триада». Это интерактивная постановка, развитие событий на сцене зависит от решения зрителей, как они реагируют на необходимость делать выбор, сколько вариантов развития спектакля пришлось проработать и как покорить сердца театрального жюри. Обсудим с режиссером спектакля. Здравствуйте, Илья! Здравствуйте! Вы на этой сцене в театре поставили свою дебютную картину «Арена». Почему выбрали именно это произведение? Почему «Арена»? Дело в том, что Вадим Сергеевич Гогольков, художественный руководитель нашего театра, он сказал, что ребята, ваше время пришло, вы молодцы, вы растете, вы работаете над собой, над материалом и, собственно, давайте. Самое сложное – найти материал, потому что у Вадима Сергеевича очень такой интересный вкус. Он все равно консерватор в каком-то смысле слова и он к материалу относится очень так серьезно. И сколько бы я пьес материала не приносил, он говорил, «Так, Илья, ну какая-то ерунда. Ну что-то у тебя со вкусом не то явно». Я продолжал поиски и не отчаивался. В один прекрасный день он сказал, «Так, я все понял, на, вот тебе пьесу, почитай и скажи свои ощущения». Это был Исаак Фридберг «Арена». «Ни судьба, ни фатум, ни Господь и не счастливый случай. Вы решаете вашей волей. Голосуйте!» А в какой момент вы подумали, что почему бы не взаимодействовать с залом? Вот эта вот интерактивность появилась откуда? Вообще пьеса «Арена», у нее есть все равно такой некий флер антиутопии. Так получилось, что когда я делал спектакль, готовился точнее, вот думал, как что брать, как сделать, на что сделать упор, я рву связки в театре. Вот травма. Я все думаю, что делать. У меня операция. Это начало декабря. В общем, я, понятно, на больничном, причем надолго, потому что пока там все срастется. И у меня очень много времени появляется. И я дома все это время занимался тем, что изучал, пересматривал, что-то перечитывал, все антиутопии, которые вообще, в принципе, знал. Сериалы антиутопичные, новые вот эти, точнее, они уже не новые, вот этот корейский сериал. Я могу же, да, называть? Конечно. «Игра в кальмара», «Черное зеркало», «Братья Стругацкие», какие-то антиутопичные штуки, вообще все, что там, «Замятин», «1984», все перечитывал, что-то пересматривал. И вот как-то оно вот сошлось. И пьеса, и идея, что это какое-то реалити-шоу современное. Было придумано такое решение, что пусть зритель принимает участие, пусть он решает, что делать дальше, что будет на сцене происходить. И сколько путей, сколько сценариев в итоге получилось? Ведь, если проголосуют в одном направлении, то сценарий должен измениться. Да, вы правы, но мы все равно немножко схитрили. Так, вот сейчас, наверное, не будем это показывать. Пускай сначала придут и посмотрим. Ну да. Дело в том, что пьеса же есть, она написана. Исход уже есть, он известен. Но мы придумали второй, то есть он есть, он один по пьесе. Мы придумали еще один. У БК стоит выбор, убить Матадора или или убить самого себя. Этот выбор делает зритель. Либо он убьет Матадора, но при этом сам станет убийцей, либо он принесет себя в жертву, но при этом никого не будет трогать. И как вот он пришел сюда на арену чистым и невинным, так он, собственно, и уйдет. По результатам голосования большинство выбрало черный шар. Честно говоря, вот я люблю приходить, смотреть вот именно момент голосования, потому что очень интересно. Потому что очень публика разная. Молодые, не очень молодые приходят нам в театр. И такая публика достаточно взрослая. Есть прям вообще прям откровенно прям молодежь-молодежь. Вот прям 18-19 лет. И так или иначе все равно выбор очень разный. Иногда неожиданный. И мы прям демонстрируем, что вот, да, эти шары, они кидают эти шары. То есть они голосуют черный или красный. И мы все равно показываем, сколько черных, сколько красных. И все равно всегда неожиданно. Мы сами не знаем, что произойдет. Так или эдак. Ну, то есть все равно очень интересно. И мне всегда забавно, я подслушиваю, честно говоря, после спектакля. Я встаю в фойе или на улице. Ну, тогда поделитесь, что говорят люди. Вот мне интересно. Они же выходят с таким чувством, только что была смерть. Они причастны. Вот у нас в фойе лежит книга отзывов. Да. И это прекрасная книжка. Понятно, что в ней оставляют всегда какие-то положительные комментарии. Спасибо. Было классно. Было здорово. Я, честно говоря, после третьего, четвертого спектакля сильно стал напрягаться, потому что после арены никто ничего не пишет. Я такой думаю, так, что-то не так. Почему никто ничего не пишет? Это же книга отзывов. Она здесь вот лежит. Вот ручка. Вот ты вышел. Сделай. И потом мне, да, мне потом сказали, какие могут быть отзывы, когда люди выходят в своих думах. Они выходят, еще обсуждают, думают и потом идут еще куда-то в кафе и разговаривают на тему того, что вообще произошло и что, какой они сделали выбор и делятся впечатлениями. Я там стою и послушиваю, и мне всегда интересно. Они говорят так, а ты какой шар кинул? Красный. Ты что? Ты красный кинул? Да. В смысле? Надо было черный. А почему ты черный? Ты кидай черный, я вот красный. И вот они вот как-то разговаривают сюда. Муки выбора, они остаются после спектакля тоже. Ну, собственно, и спектакль наш про выбор человека, про то, что выберет человек, что ему ближе. А бывает ли такое, что вам неожиданность и труппа не знает, что делать, и начинается импровизация? Так или иначе, все равно, да, пьеса, она, мы все равно должны ее толкать вперед. В рамках этих, да. Да, должны ее толкать вперед. Но так как мы придумали два, то есть у нас есть пять сцен, где зритель голосует, и мы все равно придумывали, а что бы могло произойти, но все равно, не хочу раскрывать все карты, но мы сделали таким образом, что как бы, да, вы выбрали, зритель выбрал вот этот вариант, допустим, какой... Прикликнули в правильном направлении. Да, а мы, хорошо, а мы вот все равно вот как-то вот так вот, через вот этот мы идем дальше, все равно по пьесе. Даже если там, допустим, там быку предлагают покинуть, покинуть арену, да, то есть в самом, практически в самом начале. Конечно, мы, когда на репетициях, мы смеялись, спектакль только начался, зритель выбрал... Свободу быку. Да, свободу быку, мы все, спасибо. Персонажи, то есть персонажи меняются внутри, то есть они все время играют по-разному. В зависимости от того, что зритель выбрал, они с каким-то определенным уже, со своим осознанием идут через спектакль уже дальше. То есть, да, там есть некие хитрости, он, конечно же, не покинет, потому что ему никто не даст, но он уже с тем осознанием, что он отстранился, то есть он уже идет дальше через спектакль уже совсем с другим осознанием. Вот, поэтому в этом и сложность артистов, что им всегда надо играть либо так, либо вот так, а тут вот так выбрали, и это вот нести до конца спектакля. В этом сложность. И сразу награда. Да, три. Три. В прошлом году вы поставили арену, вы заявляете этот спектакль на конкурсной основе, подаете документы, что вот у нас есть такой проект, мы бы хотели его показать. И потом. Это, получается, губернаторская премия, она проходит каждый год в Хабаровске, приезжают критики. Это профессионалы. Профессионалы, профессионалы своего дела с города Москва, город Санкт-Петербург в этом году и город Владивосток. Вот приезжают критики, они отсматривают работы и уже после чего они, да, выносят вердикт. И губернаторская премия за лучшую мужскую, женскую, лучший спектакль, лучшая режиссура и лучшая работа художника. Ну, в общем, они оценивают по достоинству то, что, как делал, старался, работал. Театр взял не одно, а три номинации. Первая – это режиссерская работа, две другие. Лучшая экспериментальная работа и лучшая работа художника. Работа художника в маленьком театре. То есть, хабаровчане знают, что триада – это прям камерный театр. Здесь иммерсивный театр невозможно воспроизвести, потому что, кроме как находиться на местах, места нет. Ну, вот вы сейчас задумаете… А интерактивный? Да. Вы сумели даже сделать его интерактивным? Сергей Юрьевич Ким, наш художник, он, когда я ему рассказал, к примеру, концепцию, что надо сделать, и чтобы он помог мне в этом, он меня, мягко сказать… Пожурил. Пожурил. Илья, ты что, в своем уме? Это же очень много декораций выйдет. И, в общем, где-то вот такой разговор у нас получился. Ну, все вышло. Да. Могли донести до него. Мы договорились, он помог, и я очень ему благодарен, потому что по декорациям, ну, вот он взял лучшего художника, потому что все-таки всю идею, которая у меня возникла, он ее всю воплотил в жизнь. Вот прям вот как я ему донес, он так все и сделал. Вот все придумал даже еще лучше в плане… И у нас в зале стоит система голосования через трубы, куда кидаются шары, они спускаются вниз с каждого ряда, с каждого места. Света много. Очень много света. И рампа светящаяся. В общем, он все сделал. Ну, потом монтировщики меня тоже сказали. Илья, ты что, в самом деле, очень много декораций. Демонтаж, монтировки составляет что-то там около 4-5 часов. То есть у нас… Ну, полноценный спектакль. Да, да. Вот у нас театр маленький, да, но вот получилась вот такая вот большая история в маленьком театре. Мы с вами программу начали с вашего учителя. И, конечно, вопрос хочется задать тоже про него. Вы поставили замечательную пьесу, которая взяла три номинации, три премии губернаторские. И что же сказал ваш учитель? Хорошо. Я тогда чуть-чуть расскажу. В понедельник мы были с Вадимом Сергеевичем на круглом столе, где, собственно, говорили, кто что получил, кто какие губернаторские премии получил. И в этот день Вадиму Сергеевичу исполнилось 75 лет. У него был юбилей. И мы вместе пришли на круглом столе. И когда начали объявлять, когда в итоге получилось, что мы победили в трех номинациях, я повернулся и говорю, Вадим Сергеевич, с юбилеем. Это вот подарок вам. И он сказал, что это лучший подарок на день рождения, который я запомню на всю жизнь. Вот. Он сказал вот так. Ему нравятся эксперименты такие. Где-то, конечно, он журит. Говорит, Илья, ну тут, ладно, ну ладно, делай как хочешь. Ну вот, я тебе скажу, ну ты там сам подумай. Ну вот. То есть у него все равно есть свое видение, как бы он видел. Ну, конечно, он сколько режиссера. Он всю жизнь, он был режиссером, всю жизнь он делал спектакли. Конечно, он так мне подсказывает, говорит, вот надо вот так сделать. Ладно, не буду, лезь сам. Ну, тут вот так, конечно, было бы лучше. Ну, ладно. А так, да, ну, нравится самое главное. Театру желаю процветать, вам крепкого здоровья и новых наград, новых побед и новых постановок. Спасибо, спасибо, что пришли. Спасибо вам большое. Спасибо.